Добро пожаловать в Warface, братишка! Да ладно, рачишка, ты же не делаешь реакции! Да, Капитан Очевидность, в основном реакции я не делаю. Но я вот тут подумал, иногда почему бы и нет. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Моркер, а также Капитан Очевидность. Привет, друзья! Красавчик! Сегодня у нас будет необычное видео, потому что реакции я не делаю. Видео-реакция на ответы нашего, так сказать, выдающегося, единственного и неповторимого Евгения Паринова. Женя, кстати, привет тебе! Так уж получилось, что с Евгением мы лично знакомы и, в общем-то, немало общались. Кстати, общение было исключительно позитивным. А теперь давайте приступим. Выпуск, как я понял, шуточный, больше похож на первоапрельский. Ну, собственно говоря, реакция будет такой же. Поехали! Всем привет! Меня зовут Женя, и сегодня я отвечу на некоторые ваши комментарии к нашим роликам на Ютубе. Очень-таки приятно, Евгений! Да кому упало ваше черное золото, хоть бы в спецухах баги исправили. Щитоносцы баганы с одного удара иногда убивают. На самом деле, с этим все нормально, щитоносцы у нас просто прошли небольшую переподготовку, стали мощнее, сильнее и теперь действительно представляют собой большую угрозу на ПВЕ-миссиях, чем были ранее. Это вполне нормально, закономерно и вынуждает игроков проявлять больше командной работы, чем раньше. Да, Женя, вот кроме этого у нас никаких проблем на ПВЕ-то не было, кроме слабых щитоносцев. Выходишь так нормально обычно, выходишь из вертолета, проваливаешься в Альгалу, и все замечательно. Вот только щитоносцев не хватало нам, Женя. Вот без них прямо, ну куда бы мы, вообще жизнь, сука, не та была. А теперь, когда они ваншотят каждый второй раз, блин, вот это тут прям любо-дорого смотреть. Да, поехали дальше. Сука, прям заряд пошел. Отсылка на то, что мы, вы, клоуны, это речь о карте Шапито. А-а-а, смешная шутка. Пусть из варбакса и короны, черное золото обновили. А дальше что? Нормальный ССС сделаете? Респект. Автор этого комментария, господин Пиво, наверное, он румын, в принципе, верно подметил тенденцию, что мы одновременно занимаемся и контентом, и внутренними техническими системами. Что касается ССС, то, в каком виде она в данный момент присутствует на боевых серверах, в целом можно назвать ее практически завершенным состоянием. Да ладно! Потому что она заходила в нашу игру с ноября 2019 года. Евгений, ну вот тут вы немного слукавили. Эта система заходила в нас с 2013 года и как бы продолжает заходить. И по текущий момент уже включает в себя множество изменений. В принципе, она закончена. Но мы при этом знаем, как ее улучшить через дополнительные инструменты. О них мы... Ребят, ну может не надо, пожалуйста, вы же уже улучшали. Как бы, ладно, я не против. Расскажем чуть позже, я думаю, ближе к концу весны. Какого года надо было уточнить? И сейчас я бы не хотел давать каких-то конкретных технических деталей, чтобы оставить некоторое пространство для будущих анонсов. Но обязательно следите за новостями, вас ждут еще интересные анонсы. Интрига, сука, интрига. Графон классный, не отрицаем. Но много всяких мест, много прострелов забрали. Теперь, можно сказать, это новая карта с примерно старой планировкой. Сразу хочу сказать, карта офигенная. Старое черное золото, это, по-моему, это только мое впечатление, мое мнение. Была карта, пожалуй, знаете, не самая удачная. Вот я считаю, что холмы всегда были намного лучше, нежели черное золото. Но на холмах тоже свои проблемы есть. Проблемы такие, знаете, некоторые точки очень тяжело берутся, если команда такая вот, ну, чуть-чуть даже слабее, чем у противника. Как-то вот не очень. Черное золото в этом плане было еще хуже, чем холмы, но почему-то играли ее. Мне она не нравилась, честно. Вот как бы играл, но без особого удовольствия. Новое черное золото, я считаю, топ. Посмотрим, что нам скажет Евгений. Все так, на черном золоте новом. Графон классный. Но много мест, много прострелов забрали. И теперь можно сказать, что это старая карта с новой планировкой. Ну, вообще-то, то, что ты сказал сейчас, Женя, было в вопросе. Кэп? Да, что такое, Ракуха? У тебя появился конкурент, судя по всему. Сделайте нормальные коробки удачи за варбаксы с золотыми пушками. Мужики. Но еще не все валы разобрали. Бля, уважуха, сука, остальные яйца. Ну, конечно, наши разрабы, хоть один наш локализатор, прямо честно стал говорить. Вот прямо как оно есть. Не как раньше. Ой, у нас особая система. Просто четко говорит. Мужики, мы вам еще не все продали из того, что есть говна. Продадим, сука. Потом будем остальное продавать. Честно, понимаете, без вранья. Вот просто сразу лайкос. Просто эф, то респект. Моментально, сразу. Сетевой код будет доступен в коробках удачи за кредиты. А золотая версия сетевого кода позволит вам телепортироваться, как и раньше. Ставь лайк, если хочешь, чтобы Святослав Блинов был принят в штат разработки. Похоже, наконец-то эта им идея понравилась. Может, вы уже апнете все отечественное оружие в игре? Мало кто знает, но когда вы стреляете на полигоне с отечественного оружия, оно пробивает не только мишени, но и сам полигон. Опять смешная шутка, сука. Время восточной поэзии. Прибобразился варфейс. Хорошо пошутили. Самурай на учебу не пошел. Ну, будем, собственно, ждать пулемет Максима за Седа на 9 мая. К сожалению, мы приготовили другую пушку на 9 мая. Сед Батру. Тут маленький такой, маленькая придирка. Евгений, пулемет не Максима, а Максима. Да, пулемет Максима, потому что это, если память не изменяет, британский оружейник, который в свое время изобрел этот пулемет. И в честь него существует целый, или, как я понял, им когда-то основанный целый концерн оружейный, концерн Максим. И до сих пор они производят весьма годное оружие. В том числе, кстати, и пистолет Максим 9. Это та же самая фирма, как я понимаю, которая в свое время произвела тот самый пулемет. Надо было, как бы, блеснуть, сука, умом. Ума нет, на самом деле, но блеснул. Я 8 лет играю в ваш проект. Без ПВЕ я не протяну, а мы не протянем без вас. Ну, а если серьезно, в дальнейшем вас ожидает множество интереснейших ПВЕ приключений. Порезанные спецоперацией, как марафон. Ну, я не буду тут ничего не говорить. По моему мнению, идея так себе, как я уже говорил. Ну, посмотрим, вдруг они действительно придумают нечто новое. Кто знает. Синхру бы такую невероятную, как у ведущего Зубы. Играют сотни тысяч людей. Кажется, выпуск снимали в 2014. Сейчас бы в 2014. К спаму Икса. Подкатом в стену. И долларов по 30. Доллар по 30 не знаю. У меня на ютубе все в долларах. Начисляется. Поэтому. Большой вопрос. Сколько должно стоить. Как бы. Каждому не угодишь. В общем. Что касается подкатов в стену Евгении. В 2014 году. Они еще не были мейнстримом. И в основном их-то как раз не делали. Спам Икса был. Тут с этим глупо спорить. А вот что касается онлайна. То против нынешних 80 тысяч. Тогда было. Стабильные 150-160. То есть два раза больше. Поэтому. Кто знает. 14 был. Евгений. Знаете ли. Не так уж. И плохо. Да и удивлять нас. Вы. Как-то. Тогда могли. Вам вот не стыдно. Самим говорить. Что вы улучшили оружие. И сделали его более конкурентоспособным. И крутым. По отношению к чему. К дефолту. Когда мы выбираем оружие. Для улучшения. Для изменения его характеристик. Мы смотрим на множество факторов. С одной стороны. Это категория этого оружия. Любое оружие. Должно соответствовать той категории. В которой находится. Второе. Это оружие. Которое. Другое. Находится в этой категории. Является ли оно конкурентоспособным. Между собой. Третье. Как быстро новичок. Приходит к этому оружию. Четвертое. Может ли это оружие. Конкурировать с более. Крутыми моделями. И так далее. Из этого. Складывается. Огромная. Экосистема. Огромный механизм. Который. Управляет. На самом деле. Сотнями моделей пушек. В нашей игре. Да. И это каждый раз. Довольно сложный выбор. Что изменить. В каждой конкретной пушке. Но. Мы следим за всем арсеналом. И от апдейта к апдейту. Изменяем характеристики. Того или иного оружия. Короче. Перевожу на русский. Долго. Много говорил. Перевожу на русский. Беретто Шторм. Галил. Как были. Так останутся. Шлаком. Скорпион. ВЗ-83. Как был забытым. О нем они вспоминают. Так и остается судя по всему. Ладно. Продолжаем идти дальше. Прошу пофиксить. Сиг МПХ и новый киллтег. Это просто монстры. Я на штурме с калашом в 12 бегаю. Они просто за секунды сносят. Пост с криптом про лупу не забудьте. Прежде чем менять какие-либо пушки. Мы обращаемся к нескольким источникам информации. Во-первых. Это игровая статистика. Мы смотрим. Сколько киллов с пушки делается в секунду, минуту, час или иную единицу времени игроками в целом. Сколько игрок совершает киллов за одну свою жизнь. Сколько игроки проводят времени с пушкой в руках, независимо от того, на каком они ранге или где они играют. Сколько они проводят с пушкой в ПВЕ, сколько в ПВП, сколько на разных режимах. Это все анализируется. Второй важнейший источник информации это комьюнити. В том числе блогерское сообщество. Мы слушаем внимательно отзывы, аргументы, доводы. Все за и против. И только после этого мы принимаем решение, нужно ли править пушки или нет. Что касается Сига и Килтека. По той статистике, которую мы видим в игре. Эти пушки далеко не в топе по плейтайму. Но очень хороши по эффективности. Это значит несколько возможных вариантов развития событий. Либо эту пушку выбрала часть сообщества, которая хорошо играет. И они успели распробовать эту пушку. Либо это действительно сильные пушки. И тогда нам уже стоит оценить, как они чувствуют себя относительно других пушек. В любом случае, пока что статистика по двум этим пушкам, по Сигу, по Килтеку, говорит нам о том, что с этим оружием играют гораздо меньше, чем с признанными лидерами внутри каждого из классов. И поэтому необходимости для внесения права по эти пушки мы не наблюдаем. Но если ситуация будет меняться в будущем, мы вас обязательно уведомим. Переводим на русский. Ребята, мы понимаем, что Сиг МПХ и Килтек это лютая имба, которая мощнее всех других пушек в своем классе. Ну, насчет Сиг МПХ я, наверное, не согласен. Я вообще не считаю, что это крутая пушка. Ну, Килтек, как бы, я думаю, вообще никто спорить не станет. Это имба абсолютная у медика. Но, вот, переводим. Ребят, мы понимаем, что Сиг МПХ и Килтек это имба. Но проблема заключается в том, что еще недостаточное количество людей их купило. Когда достаточное количество их купят, они себя купят, тогда мы понерфим и добавим вам новую имбу. Так что, как говорится, следите за новостями. На сегодня это все. Всем спасибо за ваши комментарии к нашим видео на ютубе. Мы все их читаем на самые интересные. Обязательно постараемся ответить в рамках этой новой рубрики. Всем пока. Счастливо. Что хочу сказать. Я очень благодарен вам за подобные выпуски. Мне здесь больше всего понравился юмор. Они как-то с юмора отвечают, где-то немножко вроде как, немножко кого-то троллят. Это прикольно, это ближе к народу, это классно. Я тоже вас потроллил, дорогие разработчики, не обижайтесь. Ну, как бы, ну, нормально вы же юмор любите, вы все понимаете. Я тоже все-все, сука, прекрасно понимаю. Да. Вот. В целом, хороший выпуск, мне понравился. Вот так вот делайте. Не слишком официально, так, лампово, уютно, там. Господин пиво, вот, румын, там, вы. Эти юморные ответы. Прикольно. Мне вот просто вот зашло душевно. Я буду переводить сказанное. Не все понимают. Буду на простой русский доступный, как бы, сюда переводить. Все будет здорово. Ну, а в целом, хоть что хочется вам пожелать. Хочется пожелать вам действительно успехов. Очень будем надеяться, что все вами задуманное будет реализовано. Будет реализовано качественно, замечательно и хорошо. Поэтому, дорогие разработчики, работайте. Работайте над нашей любимой игрой. Ну, а мы обещаем, что будем в нее играть. Субтитры сделал DimaTorzok